Привет, друзья! Меня зовут Дима Семенищев, и вы на моей программе Сектор Джаза. Я как-то анонсировал, что начну рассказывать об аранжировках и составах, которые вдохновляют лично меня, и на которых учился аранжировке я сам. И сегодня я начну с моего любимого квартета, квартета вокалистки Тернисатон. Для многих ее имя, конечно же, не на слуху, однако, когда впервые я услышу ее квартет, моя жизнь изменилась навсегда, она стала до и после этого. Я слушаю то, что они записали с огромной регулярностью, знаю практически все аранжировки наизусть. И сегодня я расскажу о том, что меня, как аранжировщика, в их работе вдохновляет. Когда мы с вами говорим об аранжировке, особенно об аранжировке на конкретный состав, мы должны думать о том, какие у музыкантов сильные и слабые стороны. Это очень важная вещь. И, конечно, то, что делают Тернисатон и ее музыканты, возможно, потому что они обладают этими навыками. Какая идея меня удивила в свое время больше всего? Мы имеем стандартный квартет с вокалисткой, то есть фортепианное трио, рояль, контрабас, барабаны и вокал. Количество альбомов, которые записаны в таком составе, просто зашкаливает их очень много. Что придумали эти музыканты? Они придумали взять квартет и разделить его на части. Мы часто слышали на джазовых альбомах номера вокалисток просто под рояль. Чаще всего это какие-то красивые баллады, которые исполняются от Libitum, где пианист показывает все свои возможности. И, конечно, такие баллады есть и в исполнении Тернисатон. Например, у нее есть удивительная запись композиции If I Were Bell в стиле Medium Swing, которая исполняется просто под рояль. И здесь ее пианист Кристиан Джейкоб раскрывается со всех сторон. Он абсолютно потрясающе владеет инструментом и не только в жанре баллады. И когда слушаешь эту дуэтную запись, не хочется появления ни баса, ни барабанов. Все звучит очень здорово и великолепно. Следующая опция это исполнение просто под барабаны. Удивительная особенность Тернии очень точно интонировать и очень здорово находиться во времени и укладывать свою фразировку в нужном стиле позволяет ей здорово звучать просто под аккомпанемент барабанов. Нет никакого баса, нет никакой гармонической поддержки. И мы это слышим, например, в быстром свинге, который называется What a Little Moonlight Can Do. Но также у нее есть две абсолютно потрясающие лично для меня записи, сделанные под барабаны. Это Big Yellow Taxi с альбома After Blue и композиция Every Little Thing She Does This Magic, которая принадлежит Перу Стинга. Она тоже эту композицию записала просто под барабаны. И там есть переходы очень интересные с трех четверти на четыре четверти. И тоже ты слушаешь эту запись, и тебе не хочется ни баса, ни рояля. Все абсолютно самодостаточно и звучит шикарно. Следующая опция — это опция вокала и баса. Такого рода записи тоже очень часто бывают у разных артисток. И здесь я поиграбельную послушать вам композицию All in Together с альбома Something Cool. Еще довольно-таки интересная опция — это опция без рояля. То есть мы имеем вокал, бас и барабаны. И здесь появляется еще одна удивительная особенность. Тирани работают с двумя басистами. Есть несколько записей, где они в одном треке участвуют вместе. Один на акустическом контрабасе, второй на электроконтрабасе. Например, композиция Same Time A Go, в которой звучит два баса, барабаны и нет рояля. И, конечно же, здесь должна появиться вторая большая отличительная особенность этого состава. Это огромное количество басовых риффов в аранжировках стандартов. Одна из самых частых идей — это сочинение некоторого риффа, который будет ложиться полностью, например, на А часть или на несколько тактов А части. И тем самым мы регармонизовываем стандарт, при этом регармонизовываем его, в общем-то, в сторону одного аккорда. Здесь мы можем вспомнить композицию Fly Me To The Moon, в котором первые восемь тактов темы звучат на один басовый рифф на семь четвертей. Одна из моих самых любимых аранжировок — это аранжировка на вечно зеленую композицию Autumn Leaves. И практически вся композиция решена одним энергичным басовым риффом, который потом переходит в быстрый свинг. Ее обязательно послушайте. Эта композиция есть на альбоме Blue and Green. Для меня, как для басиста, стала откровением, например, такая композиция как Out Country, в которой басист не играет привычных свинговых половинок или четвертей вообще. Он играет какой-то свой рисунок, пропуская первые доли, не играя основные ноты аккордов. И тем самым создается совсем другое движение, ощущение. Мы слышим свинг, но он звучит очень интересно и очень по-современному, хотя Дерни при этом поет довольно-таки традиционно. И я закончу этот выпуск мыслью номер три. И на эту мысль я хочу, чтобы вы дали какую-то обратную связь, потому что она для многих будет спорна. Но проанализировав практически все аранжировки квартета Терни Сатан, я пришел к тому, что они стараются создавать их так, чтобы количество вокала в каждом преке было от 60 до 80%. То есть очень сжатое соло и очень много вокалов произведений в целом. И тем самым мы понимаем, что это квартет вокалистки, а не кого-то еще. Что вы думаете на эту тему? Вы считаете, что нужно давать артистам больше соло или же подход Терни Сатан вам, как музыкантам, нравится? Обязательно дайте обратную связь. Через неделю будет второй выпуск, посвященный творчеству Терни Сатан. Там я побольше поразбираю разные треки, которые очень сам люблю. Увидимся через неделю. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok